Приветствую всех на канале Gravbiz. Сегодня сделаем гравировку на вот таких вот запонках. Будем делать отпечаток пальца двумя способами. С трассировкой через отрисовку ручную и с автоматической трассировкой в инскейпе. Сначала нам нужен карандаш, разбираем и на маленькой шкурочке натираем его в порошок. Берем прозрачный скотч, выкладываем его липкой стороной наверх. Теперь окунаем палец в графит натертый и катаем пальчики на скотч. Сразу сделайте несколько отпечатков пальцев, чтобы потом было из чего выбрать. Большая часть отпечатков уйдет в брак. Теперь наклеиваем отпечатки пальцев на белую бумагу и переходим к сканированию. Для этого потребуется обычный сканер. Можно цветное сканировать, можно черно-белое. Я цветное сканирование потом перевожу в черно-белое. Теперь выбираем те, которые наиболее красные и получатся красивые. Мне вот это вот понравилось. Настраиваем яркость, контрастность. Переносим в порт. Увеличиваем максимально на весь лист. И распечатываем на принтере. Теперь вкладываем в файл. И отрисовываем самые главные линии черным маркером. Много не надо, потому что все равно это будет в дальнейшем увеличено. Теперь сканируем файл с рисунком отпечатка. Настраиваем яркость, контрастность. Для того, чтобы лучше потом можно было сделать трассировку. У нас есть урок на канале по трассировке. Программа и escape. Можете посмотреть этот урок. Он короткий. Подбираем на поле оптимальные параметры. На пару якостей. Не забываем нажимать кнопку обновить. Теперь получаем рисунок в векторе. Сохраняем его в формате SWG. После трассировки можно отредактировать векторный файл. Удалить самые мелкие элементы. Потому что их будет много. Толку от них при гравировке нет. Файл после трассировки рисунка отпечатка получается более сложный. Работы с ним больше. После того, как обрезали по кругу, можно увеличить до размера запонки. И не забываем проверять цвет. Делаем черную заливку и смотрим как получается. Второй отпечаток. После отрисовки маркером то же самое. Вписываем в круг. Обрезаем по контуру запонки. Готовим файл гравировки. Сохранить можно в SWG, VPS, DXF. Вариантов много. У нас есть уроки по тому, как экспортировать из векторных программ в программу EasyCAD. Запускаем EasyCAD 2.14.11. Она работает без лазера. Скачать у нас можно на сайте. И делаем штриховку. Штриховку можно сделать так, что будет белая черным или черная белая. Выпуклая в полгода. Зависит от того, сколько окружности вы дадите вокруг отпечатка. Особенность гравировки запонок в том, что они покрыты никелем. Еще и сверху покрыты позолотой. Для того, чтобы в дальнейшем не обрабатывать запонки, нужно задать режим гравировки такой, чтобы очень нежно и аккуратно удалить слой никеля, чтобы не получилось заусенцев. И после углубиться на более мощных режимах. Еще одной сложностью гравировки готовых изделий это центровка. Нужно попасть точно в центр. Потому что даже 100 микрон влево-вправо это на глаз будет заменено. Поэтому я делаю штриховку круга. Закрашиваю запонки цветом маркером. И выставляю минимальные параметры для гравировки. Их можно посмотреть на экране. Для того, чтобы удалить только маркер. Несколько раз делаю маркировку и попадаю точно в центр западки. Микрометрический столик очень сильно ускоряет работу. Потому что позволяет передвигать изделие на 100-150-200 микрон. При минимальных параметрах удаляется только маркер. Поскольку поверхность зеркальная, на нее лазок и воздействует. Не ставьте большую мощность, иначе испортите поверхность. Теперь начинаем гравировать. Ставим слабый режим. Так, чтобы удалить только никелевое покрытие. И не создать лишних заусенцев. Потому что шлифовать и полировать ее нельзя. Сотрется золотое покрытие. Постепенно мощность увеличили. Это видно по глубине гравировки. На последних этапах можно увеличить мощность до 25-30%. И уменьшить чистоту. После глубокой гравировки. Отпечаток можно залить краской. Либо покрытие лаком. Вот такие запонки получаются. Надеюсь, вам было видео полезное. Если понравилось, поставьте лайк. До встречи в следующем видео. До свидания. До встречи в следующем видео.